Добрый день, уважаемые зрители! 9 октября, 26 сентября по старому стилю, отмечается праздник, который носит название Иван Богослов, Иван Путник. В этот день верующие вспоминают апостола Иоанна, почитающегося за его преданность своему Учителю Иисусу Христу. В народе же Иван Богослов считался покровителем иконописцев и художников, а также путешественников, поэтому его и прозвали Иваном Путником. В народе считается, что приметы на 9 октября дурные. Если нарушать правила дня, то будет много несчастья и бед. В этот день почти все приметы и обычаи связаны с дорогами. Считается, что в этот день Иоанн Богослов ходит по дорогам и заплутавших путников наводит на путь истины. А дороги сегодня нехорошие, на них много нечисти гуляет. Приметы на 9 октября говорят, что сегодня лучше не отправляться никуда, не ходить по дорогам и не ездить. И тем более не стоит ехать в дальние путешествия, беда наверняка произойдет. Также в этот день приметы говорят, что нужно избегать перекрестков. На перекрестках нельзя ничего подбирать с земли, нельзя переходить через центр, нельзя останавливаться, считать деньги, зевать, плевать и есть. Если все это делать, то дурное и плохое к человеку прицепится, ведь именно на перекрестках аккумулируется негативная энергия. А чтобы в дороге ничего плохого не случилось, нужно обязательно молиться Иоанну Богослову и попросить у него покровительства. А еще приметы на 9 октября говорят, что сегодня нельзя есть чеснок и лук. Считается, что если скушать эти продукты, то на теле выскочат чирьи. К этому дню крестьяне должны были закончить работы в полях, в том числе и озимые посевы. Того, кто этого не сделает, осуждали за недобросовестность, часто с ним даже переставали общаться, он становился изгоем. На Иоанна Богослова обследовали бани и дома на наличие дырок между бревен. Если таковые были, затыкали их мхом. Проверяли печки, мелкие трещины в них замазывали глины. Обязательно утепляли двери и окна. Начиналось время осенних свадеб, поэтому на Ивана Путника вовсю шли смотрины. Парни внимательно наблюдали за девицами на выданье и засылали сватов. Если же парень приходился по душе, то сватов принимали за накрытыми столами, угощали чарочкой и тыквенной кашей. Когда же девушка была по какой-то причине пока не готова к свадьбе, сватам выносили угощение за ворота. Ну а если парень не нравился, то девица выносила тыкву, украшенную ленточками, намекая, чтобы во второй раз даже и не пытался свататься. По народным приметам считалось, что рожденные 9 октября имеют тяжелый жизненный путь, полный преград, которые могут оборвать его в любое время. Чтобы этого не произошло, им нужно было на Ивана Богослова сплести из соломы, вымоченной в семи водах, веревку. Она скрепляла разорванный жизненный путь и подпоясаться ею. И ходить так нужно было в течение суток. Именно 9 октября можно было избавиться от пришедших в негодность икон, отпускали их в реку, прося у них прощения. К иконам наши предки относились с почтением и даже со страхом. Во время их покупки цена не обговаривалась, покупатель давал столько, сколько считал нужным, а продавец не мог попросить больше. Их закрывали во время праздников, чтобы лики святых не видели безделья. И тем более никто не смел их просто выкинуть. Считалось в народе, что на Иоанна Богослова зима начинается. Если 9 октября выпал снег, значит уже 21 ноября зима вовсю будет гулять. Если первый снег сухой, то и лето будет хорошее. Приметы на 9 октября говорят, что сегодня нужно избегать дорог. Кто сегодня лук и чеснок съест, у того чирьи появятся. Считалось, что 9 октября рождаются сильные и непоседливые люди. Народные приметы предупреждают, что 9 октября в день Иоанна Богослова нельзя делать нарезки из овощей. Даже просто резать овощи ножом в этот день не рекомендуется. По примете, у того, кто нарушит запрет, в следующем году будет плохой урожай овощей. Кстати, 9 октября, поверья, не рекомендуют есть чеснок и лук. Иначе начнут по ночам приходить души покойных родственников, чтобы пугать спящего страшными снами. В день Иоанна Богослова не стоит надевать давно ношеную и неудобную обувь. В будущем будет ждать полоса неудач. Все планы нарушатся. На работе появятся проблемы с начальством и коллегами. Станут преследовать финансовые трудности. А также ссоры и выяснение отношений со второй половинкой. Не разрешается 9 октября конфликтовать с родственниками, поскольку сегодняшняя ссора может обернуться большой семейной бедой. Лучше держать свои эмоции под контролем, даже понимая, что близкий человек неправ. Своё недовольство можно высказать и в другой день. 9 октября нельзя в тёмное время отправляться в дальнюю дорогу, так как нечисть чаще всего встречается на перекрёстке, может напасть и нарушить все планы. Если же поездки никак не избежать, необходимо перед выходом из дома прочитать заговор от недобрых встреч в пути, а также прихватить свой оберег. Нельзя в день Ивана Богослова работать после обеда. Тот, кто не прислушается к совету, навлечёт на себя 40 бед. Однако работающие в ночные смены могут прочитать молитву и спокойно отправляться на работу. Дурная примета не сработает. Не рекомендуется в этот день бурно веселиться. Сегодняшний день нужно провести в спокойствии и тишине. Тогда в будущем жизнь будет полна приятных неожиданностей и ярких событий. Нельзя в день Ивана Богослова венчаться. Это верная народная примета к недолгой и несчастливой семейной жизни. Свадьбы же 9 октября можно проводить, не страшась последствий. Супруги проживут прекрасную жизнь. Дождливый и холодный июль сулит сегодняшний солнечный день. Если на Ивана Богослова посреди затишья поднялся ветер, то скоро стоит ждать осадков. На закате мутная туча белого цвета ожидается ненастье. Если же небо жёлтое, золотистое или розоватое, то стоит ждать хорошую погоду. Яркие звёзды 9 октября – примета к потеплению, тусклая к снегопаду или ливню. Если вишня без листьев стоит, и снег выпал, вот и зима пришла. Холодную зиму предсказывают мыши, прячущие траву внутрь нор. Считается, что рождённая 9 октября умеет ладить с окружающими, однако настоящих друзей они так и не встретят. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok